Вопросы нравственного воспитания и значения личности в истории стали центральными темами большой дискуссии религиоведов, представителей духовенства, студенческой молодежи. Как сделать так, чтобы правила, принятые обществом много лет назад, не трансформировались под негативным информационным влиянием? Как не подменить смысл таких понятий, как свобода, человечность, миролюбие? Сегодня эти темы стали особенно актуальны. Сегодня мы будем говорить о том, что такое свобода, как ею пользоваться, особенно в наше время, когда свободу очень неправильно понимают, когда кажется, что свобода – это вседозволенность, это, конечно, категорично не так, об этом говорит церковь. Ну и, конечно, будем слушать и доклады преподавателей, студентов, как они это понимают. Будем обмениваться опытом, как я уже сказал. Будем стремиться к тому, чтобы направить на правильный путь нашу молодежь, чтобы она понимала свободу и ответственность. Ну и, конечно, нам было спокойно и свободно, что мы передаем надежные руки и церковь, и государству. Конференции такого формата проходят на базе технического университета уже не первый год. Что немаловажно, количество желающих принять участие в открытом обсуждении становится все больше. Все потому, что поднимаемые темы касаются всех и каждого в отдельности. Университет – это храм науки, культуры, духовности. Эти мероприятия являются традиционными. Они всегда многочисленны. То, что собралась такая большая аудитория студентов, заинтересованных людей – это показатель того, что это, безусловно, всегда вызывает интерес. Мы проводим конференцию просветительского такого характера. Она нацелена, в первую очередь, на студенческую молодежь. И в этом году у нас два основных акцента – это нравственные и духовные ценности и молодежь, и христианские ценности в культуре Беларуси, поскольку христианство играет большую роль, конечно, в культуре и истории нашей страны. Конференция «Духовность. Молодежь. Будущее Беларуси» – это результат активного взаимодействия между представителями сферы образования и православной церковью. А то, что поднимаемые темы интересны обеим сторонам диалога, подтверждает тезис о том, что цели и задачи у них общие. Практика проведения подобных мероприятий будет продолжена.